так итак сегодня уже частично затрагиваю эту тему или я сказал что буду презентовать 4 тип маппинга грубе маппинги на самом деле это подтип наверно все таки джо маппингов и скорее не 4 а 5 не знаю кто здесь работал кто-нибудь еще застал кто-нибудь оба маппинги да то есть знакомство с груди хотел немного сначала презентовать сам язык объектно-ориентированный язык программирования разработан для платформы java динамическая капилляция в байт код java подобный синтаксис он настолько java подобный что любой java код является практически любой я на сто процентов утверждать не буду возможно есть какая-то java конструкция которая является невалидным груви кодом но практически любой java код является валидным груви синтаксисом но не наоборот то что у груди там есть свои конструкции дополнительные которые невалидны будут в java там мастивы только по разному объявляются дьявовские мастивы с фигурными скобочками как раз только они по-моему не работают их надо как листы да сразу ары лист становится да верно так отличие от java там java это только статическая типизация груви это статическая динамическая типизация на самом деле он только что пару минут назад сельё разговаривает динамическая привносит больше не разберихи по нашему мнению то есть не совсем не совсем красиво выглядит свой секрет для списков массивов замыкания там дополнительно различный синтаксический сахар его назвал так так мотивацию немножко потом и хотел показать на конкретных примерах так груви консоль стандартная со стандартной поставки приготовил пару примеров ну под плюс плюс то есть вот пример статическая динамическая типизация то есть и то и то будет то есть это это будет стрингом одном и статически объявили стринга 2 будет на второе стало динамически стрингом еще так все все даже примитивные типы или как они в жаре называются базовые типы примитивные типы тоже являются классами то есть и int и ноль будет автоматически каститься в интеджер в класс интеджер то есть и напрямую 2019 вызываем класс то интеджер и если мы объявили непосредственно как примитивный тип и это тоже будет интеджер далее хотел показать различные примеры со строками есть способ объявлять удобный способ объявлять мульти строки то есть может показаться что какие-то такие мелочи но они на самом деле помогут помогает потом во время определения маппинга во время разработки маппинга вот такие мелкие вещи помогают упростить всю структуру далее что еще по срокам хотел показать есть с одинарными кавычками это будет обычный стринг а с двойными кавычками это так называемый груви стринг g стринг и g стринг позволяет встраивать то есть и есть задавки шаблона условно говоря то есть что такое не видно позаметнее сделать вот то есть g стринге отличия они позволяют инлайн то есть тоже удобно опять таки я показываю не просто как показать какую-то мелочь а на самом деле это удобно когда ты разрабатываешь маппинг где там какое-то нужно поле сконкатинировать или записать как-то по-другому я потом все это покажу на примере это на самом деле удобно получается такие мелкие вещи облегчают разработку маппингов так далее что хотел показать объявление листов и мапов ну здесь даже не очень не буду показывать то есть объявляя массив это он сразу становится рейлистом вот так мы можем объявились мы обращение к элементам мэпа идет просто по названию ключа мы название ключа можем определить просто как название метода то есть то есть опять таки я сейчас показываю эти вещи опять таки я потом на примере покажу как вот такая динамическая компиляция байт-код помогает условно горе бегать по xml вверх-вниз таким простым способом когда мы просто вызываем метод и он является и он автоматически генерирует соответствующий там геттер и сеттер и соответствующих дальнейших методов далее что хотел показать анонимные функции замыкания тоже повсеместно используются 12 объявили функцию вызвали ее просто сейчас я просто показываю познакомить слушатели с конструкциями языка далее тут одновременно показаны конструкция ренджей и циклов то есть ренджи объявляются с двоеточиями цикл есть можно вызвать прямо на над нашим рэнджем и пробежаться распечатать все все буквы от а до z так 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 но синтаксический сахар в элвис называется оператор элвис что если анал тогда присвоится b то есть тоже удобный оператор далее из того что мне нравится вот тоже сейф на 1 сейф оператор что если то есть тоже показывать не буду если xxx на лыгри пирик на л мы можем спокойно двигаться по цепочке методов не вызывая на лпу интер эксепшен тоже удобно во время маппинга когда мы не знаем конкретно если там какие-то поля с каким-то квалифайером или какие-то сегменты сколько их удобно двигаться так далее это называется spread оператор это мы когда над коллекцией над каждым элементом коллекции вызываем метод указанный после вот этого spread оператора то есть тоже им удобно пользоваться покажу на примере получаем размер сайс вызвался от каждой стропой такой оператор удобно им пользоваться и что-то еще то в конце у меня было ага ну еще один пример с ренджами ренджи здесь похоже на питоновские то есть у них нет начала и конца их можно закруглять и отрицательные значения и в начале и в конце то есть мы выбрали с первого по четвертый могли выбрать с первого по минус 1 то есть будет объединить до 9 потом ноль стойте а без последнего символа да стойте в начале минус 1 если мы поставим и до 5 вот он тогда с последнего начинает но тоже такая не знаю вещь кому-то может пригодиться так пользоваться то есть вот это вкратце груви если знаком с джава будет очень легко переключиться заставлять себя пользоваться такими конструкциями они на самом деле облегчают жизнь облегчают читаемость кода вначале заставляешь потом становится проще с ними работать далее так отличие от джава мы разобрали мотивация собственно зачем это надо по моему мнению то есть я не хочу сказать что это святой грааль или золотой костыль но по моему мнению это какой-то отличный компромисс между визардом визардом типа маппинга когда графический маппинг с кучей ограничений что там кому-то не нравится эти переключения контекстов разбираться с ними в некоторых случаях просто с контекстами просто невозможно реализовать какие-то вещи когда там вложенность больше двух и средний уровень отсутствует просто невозможность поймать нужный уровень контекста там и я привозил пример недавно в чате что графический маппинг не умеет работать с с значением элемента если у этого элемента есть еще вложенные элементы миксит контент до миксит контент это валидный xml но графический маппинг никаким образом не умеет его не умеет отлавливать этот миксит контент так далее по моему мнению что здесь лучшее из джава и xsl-t сегодня в докладе говорили что xl-t идеально подходит для преобразования структуры сообщений то есть я согласен вообще отлично идеально но для преобразования значений там есть свои свои нюансы там да есть расширение на набор функций все равно ограничен все равно нужно вызывать java extension и в большинстве случаев ну не знаю в большинстве не в большинстве но часто нужно вызывать у графического маппинга с помощью df с помощью джава с помощью встроенных стандартных функций наоборот все хорошо с преобразованием контента но со структурой бывают сложности вот мне кажется что груви с его парсером и билдером xml взял просто лучшее из двух миров далее что мы не ограничены типом сообщения не не с одной из сторон то есть может быть xml дженсит csv все 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 что умеет java любви библиотеки которые имеют java pdf excel кто-то сегодня там апачевскую библиотеку упоминал которая генерирует док документы все с чем умеет работать java с тема это нам доступно из коробки в бруи потому что базе jvm машины плюс например я покажу сегодня пример с xml но покажу сегодня пример с xml но также и для джейсона для csv конкретно из грувевские классы которые просто отлично великолепно наглядно работают с этими структурами далее еще один из мотивационных поинтов это то что груви уже в экосистеме саб скрипты в cpi в клава платформа integration то есть вам не нужно объяснять что что мы за что мы за тулу привносим в нашу интеграционную платформу мне кажется это киллер аргумент что вот она уже есть в новом к клаудовском решении пиа то есть на самом деле это как может показаться неважный пункт но часто нужно объяснять зачем что мы вообще за библиотеку тащим зачем мы какую-то новую технологию привносим мне кажется это отличное объяснение что груви уже в экосистеме саб и мы как бы ничего нового не не вносим так по идее еще если это клауд контента это и на земле должно выполняться и на земле должно выполняться если с чем это так парсинг xml есть два класса xml slurper xml parser оба основаны на саксе сакс парсер xml slurper различие между ними что xml парсер он всю структуру целиком читает более memory потребляет более под больше памяти работает быстрее xml слурпер потребляет меньше памяти работает чуть медленнее но если вам нужно читать только определенной части xml сообщение определенной части исходного сообщения нужно замапить в таргет сообщение как чаще всего и бывает редко по крайней мере в моей практике что все поля нужно использовать тогда может быть имеет смысл использовать xml парсер xml slurper ну в большинстве случаев когда я использовал я использовал slurper синтаксис у них практически одинаковый там есть разница работы с атрибутами небольшая но других причин выбирать один против другого что у кого-то более выразительный синтаксис или нет или что-то еще нету то есть здесь может быть какая-то путаница и как то говорится я сказал не забыл слово что я сказал что и оба они основаны на саксе но потом сказал что парсер все дерево загружает сразу в память как дом на самом деле там немножко не так там до дом подобная модель но более намного более легковесная и бегает он по дереву саксом генерация xml это маркап билдер класс и все конец презентации и я сейчас хотел просто на конкретном примере показать вместе с вами со всеми сделать конкретный грувый маппинг у нас есть эклипс голый сюда мы поставили грувый плагин с эклипс мать marketplace и создаем обычный и вот так новый создаем новый грувый проект ставлю шлист так грувый маппинг пимон 2019 пимон 2019 текстом хорошо видно так видео отключилась запись Ладно, потом будет Можешь еще раз включить Так, создадим новых Продолжение следует Так, я уже подготовил заготовку Внимательные слушатели Сразу узнают классический Java Mapping У нас есть класс Мы его наследуем от Актеров Трансформейшн И имплементируем метод Трансформ Так, добавим Добавим стандартный JASP, который нам нужен В котором содержится Актеров Трансформейшн Всякие динамики конфигурации Плассы И все остальное Так, первое, что мы делаем Сейчас я переберу Что он не хочет подсветку Синтекса А, вот сейчас Нет, билдер я подготовил Такую рыбу специально Здесь для билдера ничего пока нету То есть Первым делом Давайте покороче Возовем source SRC Первым делом Мы XML slurper Это парсер XML Мы читаем его Из input stream Мы читаем наш XML Затем Markup Builder Это билдер XML То есть у нас В нашем примере С двух сторон будет XML И В конце Мы просто Вывод этого А, ну это из-за того Что здесь точка Да То, что все Что мы записали сюда В writer Мы отправляем в output stream То есть такая заготовка У нас шаблона Далее В создадим еще один Создадим еще один Просто вам покажу Как удобнее Так Дом Тугуи Точка Так Здесь тоже есть заготовка Есть Есть Класс такой помощник Называется Dom2Groovy Он преобразует Любой XML Который мы ему подсунем Он преобразует его В Назовем это Инструкции Или он преобразует его В Groovy код Для билдера То есть мы можем Это использовать Как начальный шаблон То есть у нас всегда Есть пример Какой-то таргет сообщения От которого мы можем Отталкиваться Чтобы руками не вбивать Название всех элементов Название всех атрибутов Мы с помощью Вот Стандартный класс Есть такой В поставке Groovy Dom2Groovy Мы На основе Готового XML таргет сообщения Можем сгенерировать Инструкции Сейчас я покажу Как это выглядит Так Так Вот у нас есть В качестве примера Я взял Маппинг Из Dispatch Advice iDoc В Dispatch Advice В UBL формате Может быть я зря взял Такой большой Такой большой Таргет сообщения Не очень наглядно будет Может я не знал Что дом2Groovy Есть такая штука Да Вот он сгенерировал Сразу Не нужно вручную Определять Napspace Ничего Он сгенерировал Сразу нам Структуру сообщения Мы ее просто Подсовываем Вот сюда В нашу В рыбу В Builder Делаем форматинг То есть Уже наш Java Mapping Условно готов На выходе Сейчас будет Просто все Все забито Константами То есть Так как Забито Константами Так как Забито В нашем примере Но давайте Попробуем Заполнить Какими-то Реальными Данными Сорс Сообщения У нас В Экземпляре Класса XML Службер И Давайте Откроем Саму Эксель Вот Такой Док Ну давайте Вот например Поле Вебел Вебел Это Айдишник Вот давайте Например Вот сюда Выпишем Сорс А дальше Двигаемся По Айдоку В Просто Или По Нашему Сообщению Просто Вызывая Методы Которые Название Методов Соответствует Названию Названию Элементов В нашем В нашем В нашем Исходном В нашем Сорс Сообщении То есть Вот мы Айдок Потом У нас Е1 Едл 20 Вебел То есть Как в экспасе Идем Элемент Точка Элемент Точка Или Элемент Точка Собака От Эту Точно Так 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 Айдишник Мы замапили Давайте Допустим В Диспатч Сеплайер Пойти Вот здесь Кантри Где-то Есть Ситинейм Вот Та-та-та Давай сюда Например Замапим Чувствую Это Буду Консоль Еще Вот Допустим С Квалифи Из Е1 Адрм1 С Квалифиером ЛФ Возьмем Кантри1 То есть Опять У нас Айдок Едл 20 И Потом Едрм1 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 Нам нужен С конкретным Квалифиером Мы делаем Find Конструкция Передаем сюда Анонимную функцию Замыкания Если мы передаем Функцию без параметров То ключевое слово В груве Ид И единственным параметром Это и будет Нода Над которой Над которую Он нашел То есть Мы Честь Среди всех Адрм1 Мы ищем Такую ноду В которой Partner Q Равен Чему ЛФ Partner Q Равен ЛФ Partner Q Равен ЛФ И далее Мы хотим Взять Какое поле Мы договорились Взять В Country1 Так Country1 Это мы В В Dispatch Supplier Party А допустим В Delivery Custom Party Тоже В CityName Замапим С другим Квалифиером Чтоб Мы увидели Разницу Какой там Второй А Да АW То есть В одном Случае У нас Должна Замапиться DE А Втором Случае Люксембург Так Сейчас Я быстро Пробегусь Какой бы Еще Пример Привести По Навигации Так Вот Допустим У нас Есть Два Айтема Давайте Создадим Два Айтема У нас В результирующем Документе Так Вот Диспатч Лайв Вот У нас Сайтом Так Здесь Source Есть Два Типа Есть Два Типа В XML Сурпере И В XML Парсере Два Типа Передвижения По дереву Можно Двигаться Сначала Вглубь А можно Двигаться Сначала Вширь То есть Можно Или сначала Child Элемент Использовать Child First Или сначала Deep В ширину First То есть Depth Не Deep А Depth Ну Или Сокращенные Для них Это Две Звездочки Это Child First Одна Звездочка Child First Две Звездочки Deep First То есть В зависимости Обычно Это не имеет Никакого Значения Но Иногда В некоторых Примерах Нужно Конкретно Понимать Что мы Ищем Чтобы Нам Здесь Все Дерево Не указывать Давайте Просто Найдем Все Эдэ Все Айтемы 24 Сегменты Так Deep First Потом Find Find All Опять Замыкание Опять Анонимная Функция Где У элемента It Name Будет Равно ETL 24 Так Пойду И После этого По каждому Каждый элемент Должен создать Свой Свой Айтем Каждому элементу Будет соответствовать Свой Айтем Так Что ему тут не нравится Айтем Не в курсе Почему Две звездочки Не хочешь воспринимать Так Давайте Так как Мы дальше Будем погружаться В следующие Анонимные функции Мы уже Не можем Использовать It Поэтому Давайте Айтем Запомним Айтем Будет у нас Равняться It И Имя Давайте Будем В Айтем Где у нас Сколько Там В Айтем Давайте Вот Что здесь Отличается В одинаковых Айтем Давайте Здесь Поставим Будем Использовать Веркс Как Например Это Просто Для Примера Примерно Вот так Извините Получилось Сумбурно Нужно было Наверное Заранее Все-таки Хотел Вместе Со всеми Создать С нуля Маппинг Наверное Нужно было Все-таки Заранее Это Сделать Получилось Можно вопрос Да Хороший Пример Поставка Входящая Висходящая Да Да У вас Ну Без Единицы Обработки Часто Встречается Задача Когда Нужно Позицию Поставки Звязать С Обработки То есть Таблица Конверсии Какая-то Или Про Что Мы Говорим Ну Позиция Поставки Четвертый Сегмент Единица Обработки Тридцать Седьмой Сегмент Он Вы Четвертый Параллельно Круг за Другом Это Хорошо Тогда Мы Сказать По Номеру Позиции Давайте Давайте Добавим Это В Пример То есть Они Идут Параллельно То есть После Друг 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 Мы Добавим Друг 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 Правильно Тридцать Седьмой Так Тридцать Сем И Давайте За Позицию Возьмем Вот Это Поле Бест НР Например В Одном Случай Она Будет 55 А В Другом Случай Она Будет Хорошо В Одном Случай Он Будет 10 Другом Случай Она Будет 20 Так И По Кому Идишнику Мы Будем Связывать По Номеру Позиции К Дыма А Значит По Секс Там И Там Будет 10 20 То есть Мы Оба Сегмента Связываем Через Номер Позиции Правильно А Поле Какое Хотим Достать Отсюда Давайте Б Сто Навер Например Как Мы Это Делаем Давайте Например В Ситинем Это Запишем Мы Находимся На Айтем Мы Находимся На Уровне Айтем Это Наш L24 То Есть Мы На Айтем Мы Поднимаемся Один Раз Наверх Парин Поднимаемся Теперь Мы Находим На Уровне L20 Теперь Мы Берем Название Сегмента 37 37 Делаем Ему Find Делаем Ему Find Где Его It Козн Так Правильно Да Поле Козн Козн И Козн Равен Айтем Козн 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 Так И берем Поле Какое мы Добавились БСТНР Да БСТНР Вот Таким Образом Сейчас Мы Это Проверим В деле То Мы Поднялись Паринг На Один Уровень Вверх Раз Они Идут Параллельно Как Экспас Да Как Экспас Видите Насколько Выразительный Поэтому Я говорил Что Берет По Могу Мнению Лучшая От Двух Миров Так Теперь Мы Делаем Экспорт 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 Чар Переходим Переходим Как Вообще Заставить Пи Выполнять Груви Код Это Делается Достаточно Просто Мы Просто Импортируем Импорт Аркайф Назовем Его Я Груви Груви 2.14.17 Версия 2.14 хороша тем Что 2.4 я неправильно назвал Версия 2.4 хороша тем Что Это Была Последняя Версия Которая поддерживает 1.6 Во первых То есть Это Можно На 7.4 запускать Если Была ТС версия 7.4 И во вторых Это Была Последняя Версия Которую Из коробки Сами Разработчики Компинировали Fatjar То есть Всего Лишь Один Джарник Который Нужно Импортнуть У нас Будут Работать Все Функции Дальше Начинается Версия 2.5 Они Все Это Отдельные Джарники Наверняка Это Все Можно Собрать Я Не Пробовал Все В куче Там Около 20 Штук Они Предоставляют Называют Это Fatpom То Можно Гребилом Наверное Это Недавно Нет Ява 1.8 Грубие 2.2.1 То есть Версия 2.4 Они Такая же Плохая Она До сих Пор Поддерживается 17 17 Обновление Вышло Буквально Там Месяц Назад И Как Еще Рассказал Удобность Не Работать Потому Что Есть Один Большой Джарник Который Можно Просто Импортировать И Все Так Вот Называется Groovy All Мы Его Просто Загружаем Сохраняем Сейчас По-то Время Загрузить Открывает Открывает Время Сон Время Я Так, импортнём ещё наш сам непосредственно маппинг. Сейчас что-то новое задумывалось. Вот, всё. Так, это наш непосредственно маппинг, и давайте попробуем его потестировать. Так, выполнение, тестирование именно в репозитории всегда занимает какое-то время, там до 30 секунд может заниматься, но во время рантайма всё работает быстро, то есть, ну, меньше секунды. Почему оно именно во время тестирования в репозитории занимает столько времени, что оно там подгружает, что оно там линкует? С XSL у меня такая же проблема, что... Ну, не совсем, XSL быстрее, вот смотришь, жди. Нет, тестирование. Внешний процесс. Когда внешний... Да, да, и он... А про внешний процесс, когда... А, да, да, да. Точно такая же беда, а... Так, на что-то она у нас здесь сругнулась. Ага, я не в то место вставил, я не в то место вставил вот это вот. Это я не внутри айтема сделал, а внутри какого-то элемента в Delivery Customer Party. То есть нам же надо нашу эту логику добавить. Замечательно, что показывает ошибку. Так. Так. Ход сгиняем, то... А смыслом мало ошибки. Так. 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 давайте еще одну итерацию сделаем. Так. 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 Так, ну вот street name в одном случае у нас DE для Dispatch Supplier Party. В Delivery Customer Party LU, то есть выбор по квалифайеру сработал, мы в одном случае взяли WE, в другом случае AW. Так, два айтема у нас создалось или нет, давайте посмотрим. Да, создалось два айтема. Так, и куда мы там маппим? Buyer's Item Identification. Ага, вот ID-шник почему-то не заполнился. Давайте посмотрим почему. Так, E1, E-DLS37. И отлично. Аааааааа… Продолжение следует... 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 Продолжение следует...